В ходе наводнений в Бельгии в середине июля было затоплено множество неподготовленных к этому подвальных помещений. В них были повреждены провода и трубы. Местный житель Мухаммед говорит, что всё перекрыто, нет ни газа, ни света. Спустя почти две недели после бури и ливня в городе Вервье сотни домов остаются непригодными для обитания. В некоторых восстановлено водоснабжение. Мухаммед не может сам выгребать грязь, он ждёт помощи. Называет себя не первым и не последним, таких много. По данным на вторник, 41 человек погиб в результате наводнения в Бельгии. Вервье среди наиболее пострадавших городов. Кадры плывущих по его реке автомобилей разлетелись по всему миру. Сейчас из реки Фездре достают эти машины. Автокраны и другую технику арендовали за свой счёт приезжие добровольцы из немецкоязычного анклава. «Я езжу вечером домой, принимаю душ, ложусь в чистую постель», — говорит Джонни Хаворк. «А у этих людей всё пропало». Автостоянка в центре Вервье превращена в свалку для обломков имущества разрушенного стихии. Многие оставшиеся дома плесневеют. В их кухнях невозможно готовить еду. На подмогу городским службам приходят благотворительные организации. «Бургомистр занята, она нам даже не позвонила», — сказал Рамазан Селян. «Мы самостоятельно накормили около 20 тысяч человек». Малый бизнес спасает всё, что может. Владельцы этой лавки сокрушаются по поводу материальных потерь. «Мы много повыбрасывали», — говорит Рашид Аль-Бакауи. «Морозильники, холодильники, кассы». 202 из 262 коммун во франкоязычном регионе Волония заявили, что рассчитывают на срочное правительственное финансирование, которое предусмотрено в случае стихийных бедствий. Пострадавшие вскоре получат и страховые выплаты, но на уборку и восстановление уйдут месяцы, если не годы. А наводнения могут стать регулярными.